Ребята, всем привет! Вы на нашем канале. Сегодня будет обзор лапши. Лапша у нас сегодня нескольких видов. Ходили-ходили-бродили и наткнулись на корейский магазин, тайский магазин. Никто нам ничего не привозил, все находили в городе. У нас сегодня будет лапша нескольких видов. Тайская, вот такая мама. Может, ее встречали в городах где-то. И вот такая корейская не мама. У нас будет пять лапши сегодня. Сегодня будет обзор такой простой. Сравним с нашими БПшками доступными. Роллтон Дошираком. Они в ценовой категории в 2-3 раза дороже, получается. Больше сотки все стоят. Но при этом для сравнения интересно нам это. Ребят, начнем раскрывать наши упаковки. Как мне сказали, вот эта самая острая, она сифудовская, с морепродуктами, так называемые. Типа самая острая. Застряли пальцы. Ну, у нас тут получается хорошая лапша, красивая. Такая широкая, прикольная. Это овощи, я так понимаю. Да, флейкс, флоканс. Наполнитель морепродуктов, как бы бульон. Псхой. Острота. Опасная штука, мне кажется. Ну вот, ну и остаточки лапши у нас тут тоже присутствуют. Это у нас острое. Дальше у нас не огурь какой-то, рамен. Ну, может этот острый, кстати. Тут ход написано. Да, смотрите, ход. И бешеная, и белка какая-то. Тоже вскрываем. Смотрим, что у нас в упаковке. Здесь макарошки красивые, вообще обалденные. О, какие большие макарошки. Ну, обычные, ничем не пахнут. Тут овощи у нас так называемые. Кажется, много специй острых. Сейчас сюда кладем. Вот это yellow curry, мама, курица какая-то. Вскрываем, что у нас здесь. Интересно просто, как отличается южнокорейская и тайская. Ха-ха, здесь вообще лапша дешевая. Смотрите, прям наши поджаристые, кстати. Прям дошик. Даже не дошик, а роллтон. И так же она поломанная, как роллтон. А тут наборчик как бы в упаковке еще находится отдельный. Ну, тут такие самые простые, как именно дошик. Знаешь, упаковки без, обычно, без всяких надписей. Тут какое-то масло. Кари, наверное, вот это именно. Такая масса у нас маслянистая. А тут специи. И тут специи. Куча специй, короче. Непонятно, что. Дальше у нас тоже мама. И кимчи вкус. Вкус ключи. Вот это интересно. Лапша здесь красивая. Очень отличается. Вот других. Вот этой, например, той же самой лапши. Более светлая такая, более красивая. Тут упаковка попроще. Ну, тоже с чили перцем. Какой-то чили паудр написано. Вот, чили перец. Какая-то отдельная. Тут, наверное, бульончик. Овощи, как обычно. Вот это единственная лапша наша, которая чапагетти. Которую не заваривают, как всю, все БПшки. Заваривают лапшу сначала. И уже потом добавляют специи. И едят, как, ну, типа спагетти. Это просто макароны обычные. Такая чапагетти. Тут даже какие-то они другие как-то выглядят. Она сказала мне, продавщица, что они не острые. Вот, скрываем. Макарошки красивые. Вот как мы вторую скрыли. Острую. Смотрите, какие красивые макарошки. Крупные достаточно. Присутствует у нас масло здесь. Мне кажется, нигде нет масла, кроме вот этой лапши. Также наполнитель вот этот для супа написан. Что-то с бейссарасопа. И овощи. Ну, как все, в принципе, одинаково. Так что сейчас у нас вода закипит. И мы будем заливать наши макарошки все. Ну, все, ребят, поехали засыпать специи. Тут острые, не острые. Аж страшно. Добавляем все полностью, как бы нам именно вкус нужен. И понять, чем отличаются они друг от друга и вообще от наших. Смотрите, ребят, мы все насыпали, все специи. Здесь мы специи не насыпаем, потому что тут как бы показаны картинки. Лапшу отварить, как бы заварить, а потом уже добавить специи есть, как спагетти, как без бульона. Как написано, так мы и сделаем. Так что здесь острые-острые. Здесь карри, не карри, кимчи. И вот здесь тоже сифут какой-то с черной, типа там, пастой. Не знаю, посмотрим. Сейчас заливаем кипятком и ждем несколько минут, пока все заварится. Кипяточек у нас закипел. И закрываем крышками нашими произвольными. Ребят, прошло у нас 3-4 минуты. Вскрываем наши БПшки. Все красиво. Все заварилось. Вот здесь у нас лапша обычная. И мы ее сейчас немножко сольем. Сюда добавим сейчас все наполнители. И закроем опять. Ух ты, черные, опасные какие-то. Вот это тоже сифут, какой-то авокадо здесь. Кстати, авокадо есть, смотрите. Авокадо есть. Прикольно. Ну вот, лапшичка хорошая. Запах приятный такой. Может морем пахнет даже. Ну, как бы морепродуктами точно пахнет. Слинки текут на самом деле. Есть отделение. Значит, очень вкусно. Наверное. Пробуем лапшу. Палочки. У нас есть палочка с этим, ну, вилочками пробуйте. Вкусная лапша. С лапшой острота появляется. Ну, берется. Все хорошо. Хорошая, остренькая. Вкусная. Вкуснее, чем наша, естественно. Вот, попробовали корейскую. И переходим сейчас к вьетнамским. Тут лапшичка такая, похожая на роллтон-дошек. Нуха, тоже симпатичная. Та лапша была очень хорошая. Вкусная. Вот это с кимчи, да. Числоватый запах есть, да. Какой-то. Капусты, может быть. Из-за этого. Пробуем лапшу. Что у нас получилось? Заварилось. Лапша другая. Вот роллтонская прям. Лапша роллтонская. Обычная. Нам привычная. Вкусная. Пробуем на староту. Ну, это нежная прям вообще. После корейской вообще не чувствуется острота. Если честно. Вкусный бульон. Вкусный бульон отличается. Да, действительно отличается. Корейская очень острая. По сравнению с китайской. Мама карри. Карри хорошо пахнет. Прям вот, кому нравится карри, тот знает. Вот. Тут единственная была вот эта лапша. Вот. Она была какая-то вот типа поджаренная. Что-то такого вида. И она самая простая. И тут был какой-то порошок такой своеобразный. Типа глюканата, может быть, что-то такое. Запах вообще обалденный. Очень вкусный. Крем-суп, кстати. Этот запах напоминает крем-суп наш, который на нашем канале был. Может быть, ссылочка в описании вы увидите. Очень вкусно пахнет грибами. Пробуем лапшу. Обычная лапша на вид. Ну, жареная. Лапша самая-самая простая. Вот самая дешевая, которая продается без всяких дополнителей. Просто лапша. Пробуем бульон. Мне кажется, он с молоком. Это молоко было сухое. Такой молочный суп. Ну, прикольный. Прикольный на вид. На вкус тоже, я хочу сказать, очень вкусно. Мне понравилось. Пробуем самую, как бы, острую нашу корейскую лапшу. Лапшу, си-фуд. Си-фуд ход. Рамен. Написано. Супер толстая лапша. Там был лангман. Тут просто лапша. У корейцев лапша интересная. Интереснее, чем у вьетнамцев. Более, это, вкусная. Просто сама лапша. Определённого вкуса нет. Но море даёт. Морепродукты такие. Водоросли. Всё присутствует. По остроте. Мне кажется, даже вот эти первые было намного острее. Есть острота. Но там жгло вообще сильно. И пробуем чапогетти, которые именно вот надо заваривать без бульона. Именно как макарошки. Сейчас мы их перемешаем. Запах вообще ядрёный. Прямо сейчас открыл. Мне прям аж дощекотал носу. Ну и, короче, вот получилось у нас вот такие спагетти. Как на картинке почти. Масло забыли наличь. Добавим маслице ещё сюда. Чтобы было посочнее. С маслом более красивое стало, естественно. Наверное, лучше размешается. Такой приятный вкус. Ну, как волк. Знаете, унаги маги. Суши роллы. Соус вот этот унаги маги. Или подобный. Вот он, наверное, здесь присутствует. Хотя это не Япония. Ну, Корея. Ну, вот наподобие что-то. Ну, прикольный. Прикольный вкус. Ну, просто как макароны с таким соусом. Без воды. Мне кажется, их можно легко залить водой и есть. Просто они будут не такие вкусные. Потому что этот соус такой специфический. Но макароны вкусные. Вот как вот здесь. Ну, своих денег они стоят. Они не слишком дорогие. Там 100 рублей им цена. Это буквально в два раза дороже, чем наши БПшки, которые мы видим в наших магазинах Роллтон Дошираки. По вкусовым качествам, естественно, каждый из них намного вкуснее. И имеет свой необычный вкус. Корейский очень вкусная лапша. Безумно вкусная. Особенно вот первая. Это лангман настоящий. Прям вообще лапша. Вьетнамские чуть попроще. В плане лапши. Ну, тут жареная лапша была. Но вкусовым своим качеством они прикольные. Они такие лайтовые. Видимо, ну, я такие купил. Обзор. Вот здесь в карри. Карри мама. Yellow карри. Карри. Это какой? Желтый карри. Очень вкусный бульон. Мне очень понравился. Хорошая вещь. Вторая попроще. Вот это кимчи. Она обычная вообще. Обычный. И вот это самая простая получается. Это можно сравнить с говяжьим Дошираком. Чапагетти вообще необычная. Потому что мы без бульона сделали ее. Но она прикольная. Но вкус у нее такой вот. Своеобразный тоже. Ну, наги-маги мне напоминает. Кто знает, кто пробовал, тот поймет меня. Всем пятерочки ставлю. Для меня это было реально вкусно. Я до этого пробовал. Плохого никогда не говорил. Даже к нашим ничего Дошираком не могу сказать плохого. С голодухи они всегда вкусные. А эти вообще великолепные. Как настоящее блюдо. Так что покупайте. Был обзор такой небольшой на 5 видов лапши. 3 корейские, южные. 2 вьетнамские. Все понравилось. Пишите комментарии, что вы пробовали. И всем приятного аппетита. Увидимся.